МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернаторский контроль. Первые плоды работы специального проекта. Без ямы у хабов в поселке Коротыш Ливенского района отремонтировали дорожное покрытие. Сквозь города в Орле побывал путешественник Иван Ширяев. Это лишь часть того, о чем мы вам сегодня расскажем. Это программа «Губерний. Тоги недели». В студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. 7 июня в России прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Формат традиционный. Президент отвечал на вопросы жителей страны уже в 16 раз. Общение главы государства с россиянами длилось почти 4,5 часа. Президент Владимир Путин отвечал на вопросы жителей страны в 16 раз. Сообщение главы государства с россиянами началось в полдень. В начале программы ведущие объявили – это первая прямая линия с момента вступления в должность президента России Владимира Путина. Интерес к программе огромный. К началу прямого эфира поступило около 2 миллионов вопросов. Людей волнуют темы экономики, геополитики, зарплаты пенсии, строительства дорог, роста цен на бензин, вывоза мусора, а также глобальные темы – планы страны на ближайшие годы. Наиболее интересные и актуальные вопросы были заданы президенту в ходе прямого эфира. У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах, где количество жителей не больше 100 человек и от 100 до 2000 человек. Там мы планируем, я хочу еще раз это повторить, осуществить новые программы строительства, создания передвижных комплексов и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов. На первую программу предусмотрено 10 миллиардов, на вторую – 7 и 4 десятых миллиарда рублей. Прямая линия выявляет болевые точки. Это важный и нужный формат, говорили орловчане. Это возможность не так часто бывает напрямую пообщаться с президентом, задать вопрос, который тебя интересует. По всем параметрам важно. Очень много вопросов у людей насущных. Поэтому важно. Лично я, конечно, не знаю, какой бы я вопрос задала. Все у меня прекрасно в жизни. Задала бы. Вот у нас дом построился на Новосильской, а рядом этот, как строились долевые какие-то. Долго строили. Двор отобрали, мы теперь остались без двора. Тротуары. Ходим на базар, на Третью Фурскую, по Новосильской. Дорогу сделали, тротуары все, ноги сломаешь, особенно с ребенком. Зарплату побольше. Вот чего хотелось бы. А так все нормально. В центре любых решений, которые будут приниматься в регионе, в том числе и жестких решений, должен быть человек и его интересы, подчеркивает Андрей Клычков, назначенный минувшей осенью указом президента, исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Напомним, еще в конце апреля глава региона назвал приоритетные направления развития Орловщины. Каждому из них посвящена отдельная программа. Вот, например, стандарт дорожных работ, объемы и качества. Задача простая и понятна. Обеспечение качественного ремонта дорог, жесткий контроль за его проведением, прозрачность организации работ в этой сфере. Реальные инвестиции, наш дом комфортная среда, порядок в сфере ЖКХ. Интересы Орловчан и в других губернаторских программах Андрея Клычкова. Народный бюджет, ответственный застройщик, инфраструктурные объекты, молодая семья. Быстрое решение. А в начале этой недели глава региона объявила о старте важного регионального проекта губернаторский контроль. Теперь по каждому району города, дальше по районам области будет выезжать комиссия, которая будет проверять как сделанную работу, так и делать выводы над теми ошибками, которые были допущены уже в ходе проведенных работ. Я думаю, что, знаете, есть двухстороннее движение должно быть. Стороны области и муниципальных властей должны быть созданы все максимально открытые условия для выполнения работ, качественных работ. Подрядчики должны понимать, что они будут выполнять все работы при выполнении стандарта качества. А стандарт качества очень простой. Если эта дорога, то она должна в гарантийные сроки осуществлять свою функцию. Если необходим тротуар, то нужно строить тротуар. И сегодня, я думаю, что мы даже должны уже переходить несколько иной фазу развития этой деятельности. Уже сейчас нужно переходить к проектированию всех тех задач, которые будут в 2019 году. Вопросы орловчан без внимания не останутся. Всем, кто не смог дозвониться на прямую линию главы государства, Андрей Клычков предлагает обращаться к нему. Я по-прежнему открыт. Все эти обращения, которые ко мне поступают, они сразу идут в профильные организации. Также я прошу обратить внимание, у нас очень активно департамент строительства, топливно-энергетического хозяйства ведет активно свою работу, в том числе и в социальных сетях. Денис Анатольевич Блохин. Ему напрямую направлять. Мурманский Александр Сергеевич по городу. То есть мы не должны создавать условия для того, чтобы жители писали в письменном виде, как обычно, ждали приема. Есть проблема, сообщили сразу через интернет, написали обращение. Если чиновник не реагирует, тогда ко мне, я думаю, что у меня вполне достаточно возможности для того, чтобы ускорить эту работу. Наталья Пехтерева, Андрей Борисович, телеканал Первый областной. Общественники, представители власти, профильные специалисты проинспектировали микрорайон Ногорский, а также некоторые улицы Орловского района и окрестности Некрасовской школы-интерната. Как прошел первый рейд рабочей группы проекта «Губернаторский контроль» расскажет Наталья Пехтерева. Это первый рейд спецавтомашины губернаторского контроля. Вместе с участниками проекта его инициатор. Глава региона Андрей Клычков. Первый пункт. Остановка, перемены начались, работа кипит. Местные автомобилисты и пешеходы давно мечтали о ремонте дороги на участке от Наугорского шоссе до границы с Орловским районом. Скоро оценивают результат. Рабочая группа проекта «Губернаторский контроль» будет участвовать. Здесь около 18 тысяч квадратных метров должно быть заложено асфальт. От улицы Наугорское шоссе до территории района, где уже на поставленном. Я думаю, что мы на этой неделе эту улицу закончим. Значит, по порядке в этом месяце мы закончим все эти вот Картукова, потом, значит, Герои пожарников. Напомним, рабочая группа проекта «Губернаторский контроль» создана по инициативе Андрея Клычкова. Теперь по каждому району города, дальше по районам области будет выезжать комиссия, которая будет проверять как сделанную работу, так и делать выводы над теми ошибками, которые были допущены уже в ходе проведенных работ. Я думаю, что, знаете, есть двухстороннее движение должно быть. Стороны области и муниципальных властей должны быть созданы все максимально открытые условия для выполнения работ, качественных работ. Подрядчики должны понимать, что они будут выполнять все работы при выполнении стандарта качества. А стандарт качества очень простой. Если эта дорога, то она должна в гарантийные сроки осуществлять свою функцию. Если необходим тротуар, то нужно строить тротуар. И сегодня, я думаю, что мы даже должны уже переходить к иной фазу развития этой деятельности. Уже сейчас нужно переходить к проектированию всех тех задач, которые будут в 2019 году. Потому что, ну, вот с жителями мы встречаемся, есть пожелания по велодорожкам, есть пожелания по тротуарам, есть пожелания по парковочным карманам. Но и самое главное введение порядка в целом дорожном хозяйстве. Я благодарен, что жители присылают фотографии. Где-то есть недочеты и в оперативном режиме. Вот вчера из залега еще прислали материал, что некачественно вложили дорогу. Глава района доложил, что уже в течение ночи подрядчик был вызван и в течение ночи он уже все исправил. Но это показатель контроля. Пока не будет контроля, не будет никакой реакции и мы с вами всегда будем находить ситуации невыполненных обязательств. Губернаторский контроль по ремонту дорог это новый для Орловщины проект. И, как мне кажется, это будет очень действенным механизмом. Потому что туда вошли не только чиновники и подрядчики, но и представители общественности, и представители депутатского корпуса, и просто активные жители, которым не безразлично. Мнение жителей не просто учтут и примут во внимание. Оно станет руководством к действиям. Я по-прежнему открыт. И все те обращения, которые ко мне поступают, они сразу идут в профильные организации. Также я прошу обратить внимание, у нас очень активно департамент строительства, топливно-энергетического хозяйства ведет активно свою работу в том числе и в социальных сетях. Денис Анатольевич Блохин ему напрямую направлять, Мурманский Александр Сергеевич по городу. То есть мы не должны создавать условия для того, чтобы жители писали в письменном виде, как обычно, ждали приема. Есть проблема? Сообщили сразу, через интернет, написали обращение. Если чиновник не реагирует, тогда ко мне, я думаю, что у меня вполне достаточно возможности для того, чтобы ускорить эту работу. Нить, которая связывает Некрасовку с Орлом. Так называют местные жители свою дорогу. Ремонт был нужен давно. Людей услышали перемены, начались. Мы очень сильно зависимы от состояния этой дороги. Это касается и движения транспортных средств, и работы специальной службы, там скорая помощь, например, пожарная машина, и детям ездить, в детский садик, родителям возить. Мы, конечно, все от этой дороги очень зависимы. То, что она сейчас будет ремонтировать, это большая благодарность. С вашим приходом в Орловской области делаются дороги. Вот вчера показывали Ливенский район. Все очень рады, поэтому мы вас тоже очень просим зайти вот на нашу Некрасовскую землю. Вы уже зашли, поэтому помогите нам, пожалуйста. Петрович обещает, что до конца недели дорога уже построена. Не менее остро стоит транспортный вопрос. Андрей Клычков дал поручение не просто разобраться, но и навести порядок. Жители не должны испытывать неудобства. Дорога плохая, поэтому водители иногда... Суббота, воскресенье не ездят маршрутки. У нас совместный график с департаментом строительства по контролю за соблюдением графиков. Мы тогда выходные дни включим и проведем контролю. Включить и проверить. У них в контракте сроки движения указаны. Конечно, да. Сроки движения указаны. Далее микрорайон Наугорский, улицы Героев, Пожарных и Картуково. Проблемные темы озвучили родители учеников 50-й школы. Вторая смена, давняя головная боль. Нам нужна школа побольше. Есть такая проблема, даже задача такая есть, и она на уровне президента поставлена, о том, чтобы мы решили проблему с второй сменой. Для этого, понимаете, нужно строить новый школ. В этом году мы выходим на строительство двух школ в Орле. И здесь без федерального участия точно не обойдется. Поэтому мы сейчас запроектировали две школы, которые будут строиться. Плюс у нас стоит задача на следующий год строительства еще детских садов, и чтобы и там не появилось перегруза. Ну и, соответственно, тогда уже нужно смотреть по проектированию новых школ дальше. Проблемы в городе есть. Проект губернаторский контроль будет работать по всей области, а значит, такую узнаваемую машину можно будет увидеть в любой точке региона. Как говорят, в администрации области уже сформирован пул обращения орловчан по конкретным адресам и болевым точкам. Задача губернаторского контроля не подменять работу муниципальной и государственной власти, а внедрить системный подход, максимально оперативно и эффективно решать проблемные вопросы на месте. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаус, Костелеканал, Первый областный. В нашем регионе впервые будет внедрен механизм конкурсного отбора компаний-застройщиков. Глава региона в новой губернаторской программе поставил задачу обеспечить выделение участков под застройку по новым правилам. Об этом и не только шла речь во время беседы Андрея Клычкова и Леонида Мазалевского с руководством крупнейшей строительной компании области. Место встречи представителей власти подробности в следующем материале. Необходимо решить проблему доступности жилья для семей со средним достатком. Россия намерена существенно нарастить объемы жилищного строительства. Напомним об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Задачи и планы на перспективу в Рио губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с руководством Орелстроя. В прошлом году компания ввела 175 тысяч квадратных метров жилья. Свыше 110 тысяч планы на этот год. Мы сейчас строим новый девятый квартал и мы изменили подход к тому как мы это делаем. Мы делаем новую раскраску, делаем новые дворы, новые спортивные площадки. Важный фактор при покупке жилья инфраструктура. Детсады, школы, магазины, аптеки, спортивные объекты. В общем, все то, что хотелось бы иметь в шаговой доступности. Вот что говорят от Зареченцы. Два садика это мало на наш район, потому что у каждой семьи по двое деток, а у кого и по трое, поэтому хотелось бы еще детский сад и школу обязательно еще одну. Вопрос содержания дворовых территорий и детских площадок волнует многих орловчан. Чисто не только там, где не мусорят, а там, где коммунальные службы работают эффективно, напомнил Андрей Клычков. К сожалению, наши люди считают возможным бросать сигареты, бутылки оставлять, но это же такая красота, не в каждом районе орла есть. Да. И это, соответственно, ну что содержим, ну где вы содержите-то? Содержим, это когда чисто. Работа над ошибками и порядок нужны и в решении глобальной региональной проблемы. Квартирный вопрос для жителей ветхих и аварийных строений в Орловской области одна из первостепенных задач. Ответственный застройщик, новая губернаторская программа в помощь. Старый ветхий фонд, который не относится к памятникам, нужно смотреть вопросы по переселению. Это а, социальная задача, б, это вопрос нового подхода и нового видения. Мне кажется, вот нам нужно просто подумать вместе со всеми проектировщиками, что мы можем и как можем сделать. Мы приняли сейчас закон, будут последние поправки, которые позволяют выйти на конкурс с 10-ти процентной предоставление социального жилья для решения вопроса чередников, решения проблемы многодетных, льготников, но при этом предоставление возможностей для застройки в новом виде. У вас хорошие технологии, мне кажется, их можно приспособить с точки зрения экономической, для центра. Да, нет, конечно, если мы будем строить в центре, наши дома будут другой вид иметь, более современный. Программа может стать реальным шансом для людей, годами ждущих решения своего квартирного вопроса. Новое лицо города, который получит шанс постепенно избавиться от ветхого жилья, тоже имеет большое значение. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Орловчане стали реже ходить на рынок. Об этом в Рио-губернатору Орловской области Андрею Клычкову рассказали сами торговцы. Прибыль упала. С кем не могут конкурировать продавцы? Ответ у моей коллеги Виктории Юрковой. Центральный рынок в Орле по-прежнему считается местом самой большой торговли. Мясо, молоко, овощи и фрукты все здесь. Правда, последнее время с клиентами трудности часть их ушла на ярмарки выходного дня. Там цены ниже. Да и любой орловчанин знает, что создавались они как площадки для торговли орловским. Чуточку детстве. А так с удовольствием. Привыкают, что здесь еще точки есть, на ярмарки берут. Потом увидят, ой, здесь есть хорошую точку поставили. Свои клиенты? Да. За столько лет, конечно. Визит выходного дня временно исполняющего обязанности губернатора в Орловской области показал рынок. Это то место, которое еле справляется с конкуренцией и обилием в городе торговых сетей. Хотя и на мясных прилавках центрального рынка лежит продукция местная. К примеру, фермерское мясо из Левенского и Малоархангельского районов. Что это стоит? У нас мясо, например, вот это стоит 250 рублей. Вот это 250, 230 рубилочки. Косточка по 60 рублей. У нас цена вот тут. Ну, цены выросли в последнее время? Ну, да, конечно, выросли. Но цены выросли? Нет, я говорю, что закупка выросла. У вас не свое мясо, да? Нет, не свое закупали. А где закупаете? С Левен, тревога. А у молочников ситуация обостряется еще и тем, что находятся они на втором этаже. Пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Орловской области Андрею Клычкову продавцы. Не каждый покупатель найдет. Так аргументируют просьбу перевести их на этаж ниже. Вот свои знакомые пришли, взяли все. После 10 часов уже никого не знают. Никто не знает, что тут расскажет. Существует продажа творога и молока. Просьба, большая просьба, поместите нас на первый этаж. Мы таскаем сумки неподъемные. А в неподъемных сумках свежее и все очень вкусное. Рассказывали Андрею Клычкову. Творог, приготовленный на натуральном молоке, есть здесь у каждого продавца. Качеству его нет никаких претензий. Контроль проходит двойной. Пробуйте. Деревья Ермолая. По Солегушеской трассе поворотно крутой. Сручком. Творожок свежий, натуральный. Сколько процентов жирности? 9. Андрей Клычков поддержал местного производителя, набрав молочной продукции для всех членов своей семьи. Посмотрели все. Орловский район, большинство есть люди. Ну, отрадно, когда люди привозят свои. У кого-то 2-3 коровы и привозят сливки, сыр, творог. Но и проблемы есть. Все продавцы сегодня на рынке говорят, что цены выросли. И действительно у людей зарплаты-то не выросли и пенсии не выросли. И сегодня, конечно, этот дисбаланс не существует. Этот визит на рынок – своего рода возможность стать ближе к горожанам, как к торгующим, так и к его посещающим. Местный товаропроизводитель в Орловской области имел, имеет и будет иметь поддержку и дальше отметил глава региона. Рынок – это чаще всего качественная продукция, своя продукция. И здесь мы, конечно, заинтересованы, чтобы поддержать своих производителей. Потому что ты смотришь, и сыр, молоко, 2-3 коровы, у кого-то 7 коров. И в итоге человек выходит на выходные дни со своей продукцией. Смотришь мясо, и видно, где фермерская продукция, где уже не фермерская продукция. И мы сейчас заинтересованы, как правительство области, в создании условий, при которых обычный фермер будет знать, куда он будет поставлять свою продукцию. В наших магазинах, на которых насчитывается более 500, присутствует продукция более 60 производителей. Ну, это и производственные предприятия, это фермерские хозяйства, и наши продукции собственного кооперативного производства, которые на сегодняшний день более 20%. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. В 2018 году будет построено и отремонтировано 7 участков автомобильных дорог протяженностью почти 40 километров. На данной цели направлено более 885 миллионов рублей. Дорожное строительство – одно из приоритетных направлений развития области в губернаторской программе Андрея Клочкова, которую он впервые озвучил в апреле ряд задач – обеспечение качественного ремонта дорог, жесткий контроль за его проведением, прозрачность организации работы в этой сфере. Глава региона проверил, как поставленные задачи выполняются в Ливенском районе. Жители села Коротыш рассказали все как есть. В селе Коротыш большая перемена. Вместе с новым асфальтом сюда пришла цивилизация. То, что было раньше и сейчас, как небо и земля, говорят жители. Раньше какая была? Одни камень до ямы. А теперь? А теперь гладкая стала. Бабушка сейчас была с удовольствием. Покаталась была. Раньше на цели каталась. А теперь старая не сяду. Водитель этого КамАЗа в Коротыш к полжизни за баранкой в то, что полоса препятствий в прошлом верится и не верится одновременно. Благодаря, конечно, губернатору Орловской области нашему большое спасибо за то, что уделил внимание нашим дороге, нашему поселку. Ремонт этой дороги наказ жителей главе региона Андрею Клычкову. Витя мечтать было. Спасибо вам за дорогу. Очень хорошо. Дорога-то как? Нормально? Очень хорошо. Мы так рады. Контротулар еще будет. Ну, тогда мы вообще тут будем жить до 100 лет. Не будем погибать. Вам успеха в работе. Спасибо. Чтобы, ну, все, чтобы было хорошо. Принимать работу будем со всей строгостью, заверил временно исполняющий обязанности губернатора, жителей. Сроки сжатые работы начались в середине мая. Финиш скоро. Протяженность дороги какая будет? 2,5 километра асфальтового покрытия и 800 метров тротуара. Ну, это как раз жители тогда просили дорогу сделать. У нас полторы тысячи жителей. Да, да, тысячу, да. Тысячу пятьсот пятьдесят три, если быть точным, да. Завод силикатного кирпича и была проблема. Люди ходили по дороге, как бы, просили тротуар, чтобы было безопасно. Вот. И дорогу. Тогда просто контролировать надо, чтобы и убрали все это, тротуар нормально сделали. Ну, тогда мы через некоторое время следующую комиссию вам пришлем, чтобы проверим. А работает какая компания? Компания, будет дорожная служба. Здесь Ливенский филиал. Ливенский филиал, да. Напомним, ремонт дорог один из пунктов губернаторской программы Андрея Клычкова, на которую глава области представила в апреле стандарт дорожных работ. 98% уже тех задач, которые ставили по выходу на работу, уже приступили, где-то заканчиваются последние контракты. И мы в этом году максимально жестко следим за тем, чтобы именно в летний период все подрядчики вышли на работу. И вот мы сейчас, в следующей неделе, запускаем уже контроль, потому что одно дело сделано дорогу, а другое дело качество этой дороги. И абсолютно по всем объектам будем выезжать, вместе с представителями администрации, представителями Орелгосзаказчика, представителями общественных организаций, для того, чтобы проверить качество. Но и помимо простого качества, видимого, будет проводиться проверка в части тех сопутствующих объектов. Это касается придорожной территории, тротуарной части, почему с главой говорим про дворовую территорию. Мы в этом году впервые предоставили деньги, и у нас 211 дворовых территорий, 73 в Орле и остальные в области будут делаться в районах области. Жители Коротыша надеются, что дорога станет долгожителем и уже ставят перед властью новые задачи. Они мечтают, что храм, к которому ведет новая дорога, когда-нибудь отремонтируют. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. На минувшей неделе состоялось расширенное заседание Совета молодых депутатов Орловской области и Общественного молодежного парламента. Представители депутатского корпуса отметили, что всегда готовы поддерживать конструктивные предложения вместе с молодежью, стремиться к принятию социально важных проектов. Я бы очень рекомендовал вам все-таки активнее принимать участие в заседании комитетов областного совета народных депутатов по многим волнующим вопросам. Вы, многие представители наших муниципальных районов, перераспределение полномочий, вопросы местного значения. Сегодня должны стоять в повестке дня заседания наших комитетов, особенно комитетов по местному самоправлению и регламенту. Молодые парламентарии региона предложили внести поправки в законодательство в части кадровой подготовки специалистов, финансирования муниципальных образований и содержания работы органов молодежного самоуправления. Предложение было решено направить в Государственную Думу и Совет Федерации. У нас, представители, члены Совета Федерации, вот такое общение очень важно, в каком плане. Здесь мы черпаем какие-то законодательные инициативы. Мы можем отследить правоприменительную практику, понять, какие законы работают, в каких законах есть проблемы, и нужно внести поправки. Вот это, с моей точки зрения, является основой парламентской деятельности. На встрече также были подведены итоги деятельности за минувший год. Инициативные группы представителей объединений за активную и плодотворную работу в прошедшем году получили благодарность областного совета народных депутатов. В числе награжденных руководство телеканала Первая областной. Побывать во всех городах России. Задача кажется невыполнимой, но только не для Ивана Ширяева, камышинского путешественника. В 2012 году он отправился в тур по стране. Цель объехать 1122 населенных пункта, имеющих статус город. Путешественник побывал и в Орле. Подробности далее. Орел в списке Ивана Ширяева 517-й. На момент нашей встречи он уже успел познакомиться с главными достопримечательностями города. В первую очередь бросилось в глаза то, что это город первого салюта. На некоторых баннерах эта информация запечатлена на одном высоком здании. Еще в каких-то местах я встречал. Но мне очень повезло с погодой, когда ясно и солнечно любой город кажется таким праздничным, красивым. Да, и Орел еще запомнился тем, что здесь я просто помимо всего прочего посещаю городские кладбища. И вот в Орле очень грязное кладбище. Проект своих путешествий мужчина назвал «От Кореи до Карелии». За передвижениями Ивана следят больше 8 тысяч человек со всей России. Группа в социальной сети ежедневно пополняется новыми фотографиями и заметками. Немного кто знает, что путешествовать Иван Ширяев начал от безысходности. Я начал путешествовать после выхода из религиозной секты. Это было способом немножко адаптироваться к нормальной жизни, уйдя из секты. И поначалу мое путешествие не имело цели, просто хотелось куда-то ехать, идти. А затем вот переросло это все в географический проект «От Кореи до Карелии». Иван странствует уже почти 6 лет. Из-за этого возникают вопросы, на что живет, где ночует. Ведь даже на поездке в летний отпуск многие копят месяцами. Я на зиму останавливаюсь с целью подзаработать. Потому что расходы хоть и небольшие, но имеются. И чтобы денег хватило на летний сезон путешествий, я зимой работаю. Расходы у путешественника скромные. В среднем 100-150 рублей в день. С ночлегом помогают сотрудники МЧС. Поэтому пожарных частей Иван видел почти столько же, сколько городов России. В рюкзаке у меня самая необходимая палатка, спальник, кое-что из теплых вещей, продуктов. Почти из каждого города Иван возвращается с сувенирами, книги, открытки. А вот это вот легендарный пиццель. Я на него название городов нашиваю, которые удалось посетить. В отле еще не нашел. В ближайшие дни путешественник объедет все города Орловской области. Завершить свое путешествие странник планирует к 2024 году. Алина Логотина, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Почти год в отпуске находится знаменитый боксер, наш земляк Эдуард Тройновский. Однако уже не за горами время, когда множество болельщиков снова увидят его в ринге. В будущем, в сентябре, начинается второй сезон суперсерии. Вот боксинг-суперсерия, где я участник. И я уже там подтвержден. Соответственно, в ближайшее время мы ждем жеребьевки, то есть время, место, где будет проходить мой бой. По предварительным данным, начало суперсерии планируется на сентябрь. В рамках проекта «Венок Тургень» в выставочном зале Музея писателя состоялось открытие выставки «Читаем, рисуем Тургенева». Событие приурочено к предстоящему 200-летию классика. Подробнее Алена Касаткина. Мрачные краски и романтические тона, сцены душевных терзаний, субъективная подача иллюстраций к тургеневским сюжетам. Сложно сказать, что эти полотна принадлежат кисти еще совсем юных мальчишек и девчонок. Все потому, что их учителя читать Тургенева не заставляют, а вдохновляют. Чтобы ребенок заинтересовался, сделать акценты и сделать какие-то картинки, чтобы ему представить, это было вот так могло быть, это должно быть вот так. То есть это вдохновить и какую-то разбудить образность решения какого-то сюжета или какой-то сценки мотива. Прощание Герасима с Муму, а также иллюстрации к белым стихам Тургенева. Сюжеты воспитанники детской художественной школы выбирали скорее по наитию и собственному мироощущению. На этой иллюстрации я изобразила трогательное расставание Герасима с Муму. Так как Герасим был глухонемой, то Муму была его единственным другом. Я нарисовала именно эту иллюстрацию, именно этот эпизод, потому что он меня тронул больше всего. При чтении рассказа я даже плакала, потому что мне было очень жалко Муму. Работы юных талантов организовали в специальную выставку, которая будет работать до 15 августа. В истории не так много циклов иллюстраций и стихотворений против, хотя история иллюстрирующих Тургенева насчитывает уже более ста лет. Но при жизни Тургенева еще обращались к его творчеству самые разные, в том числе и очень большие, и великие художники. Но вы просто молодцы. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Губернии. Итоги недели». В студии был Сергей Сергеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова